Девушки отдыхают Девушки отдыхают На сегодня не самый глубокий, но определенно самый приятный градостроительный симулятор Ликуйте! С вами снова Фак и я, Андрей Воробей Фак — это компас в мире компьютерных игр Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии И услышите ответы на вопросы по прохождению Итак, ближе к делу Болгарская студия Hemimond Games очень правильно подходит к разработке игр В то время как другие не самые богатые и именитые команды Постоянно мечутся в поисках золотоносной жилы Эти вот уже шесть лет упорно осваивают стратегический жанр Две последние игры студии наконец принесли ей желанную славу и деньги Glory of the Roman Empire продалась миллионным тиражом А ее свеженький сиквел Imperium Romanium стал лучшим симулятором крепкого римского хозяйственника По крайней мере до выхода Caesar 4 Caesar 3, на который изначально ориентировались разработчики Был достаточно хардкорной игрой с очень глубокой экономической моделью Свою вариацию болгары упростили, наделив игрока исключительно доступными очевидными инструментами Упор был сделан на эстетику, на созерцание того, как под вашим мудрым руководством Разбросанные по всей Европе римские поселения наливаются зеленью садов Богатеют и разрастаются Схема проста Располагая базовым набором чернорабочих, мы возводим дома, чтобы в будущий город-сад Соизволили заехать в собственное горожание Затем строим основные сооружения, обеспечивающие стабильное поступление ресурсов По мере увеличения населения и роста объемов добычи На первый план выходят потребности жителей вашего города Рекомендованные системные требования Процессор, работающий на частоте 2,4 ГГц Гигабайт оперативной и 256 МБ видеопамяти На жестком диске Imperium Romanium займет 1,5 ГБ Что касается геймплея, то практически изменения по сравнению с Glory of the Roman Empire минимальны Новая валюта, свежая возможность объявить особенно богатую семью врагом Рима А также можно самостоятельно определять для себя набор заданий по ходу развития сценария Кроме этого, Imperium Romanium дополнила боевые действия парочкой приятных нововведений Четверка за геймплей И все же главное достижение Imperium Romanium кроется в графике Это один из самых красивых градостроительных симуляторов 5 баллов за внешний вид Звуковое сопровождение не отстает от графики Приблизив камеру, вы услышите, как живет ваш город Кто-то стучит топором, кто-то молится, а кто-то громко торгуется на рынке Кроме этого, разработчики подготовили неплохой саундтрек Пятерка за звук Одним словом, Imperium Romanium это на сегодня не самый глубокий Но определенно самый приятный градостроительный симулятор 5 баллов получает сегодня игра Imperium Romanium Знаете, что мне больше всего понравилось в Imperium Romanium? Здесь полно очень занятных деталей Видно, как валяются в грязи свиньи Как запускает рыбак свой невод Как играют дети Как жители отвешивают поклоны у алтаря Или работают в поле Плюс совершенно шикарная смена времени суток И погодных условий А сейчас пришло время ваших вопросов И наших ответов По игре Imperium Romanium Вопрос Какие новые режимы появились в Imperium Romanium? Ответ Место одиночной кампании Где мы должны были последовательно отстроить множество поселений по всей Европе Заняли два режима В Rom-Mod мы берем под управление знаменитую столицу Римской империи Постепенно выполняя спущенные сверху поручения Но подлинное раздолье нас ждет Historical Mod Который стал основной изюминкой Imperium Romanium Здесь можно опробовать свои силы в 15 сценариях Охватывающих различные периоды истории Римской империи От самого основания Рима и до его заката Сценарии открываются постепенно И предлагают взять под контроль один из городов В тот или иной исторический момент Вопрос Никак не могу построить рыбацкий домик Что делать? Ответ Сначала проверьте, есть ли у вас шахта Которая добывает камень или золото Только после ее постройки Вам откроется рыбный промысел В былые времена анонс аддона Command & Conquer Приводил в шок и трепет Но третья часть произведена заводским способом И этот же метод явно использовался в данном аддоне Ярость Кейна Главным героем дополнения станет харизматичный лидер Братства нот Вместе с которым мы станем участниками событий Развернувшихся после окончания второй войны с GDI У каждой из противостоящих сторон появились новые юниты, здания и возможности А также герои, представленные в видеороликах Кроме того, в Ярости Кейна вас ждет новый режим Global Domination Иными словами, глобальная стратегическая карта Аддон Ярость Кейна полностью посвящен братству нот И расскажет о том, что произошло с Кейном после второй Тибериум войны Напомним, что Tiberium Sun Firestorm заканчивался демонстрацией пробирки В которой вроде как содержался якобы убитый лидер нот Но тогда Кейн просто появился неоткуда без лишних пояснений Игра поступила в продажу 24 марта 2008 года Рекомендуемые системные требования Процессор 3 ГГц 1 ГБ оперативной памяти И 256 МБ видео А также 6 ГБ на жестком диске В принципе, аддон получился неплохой Добавлений, конечно, не очень много Но все-таки достаточно Компания рассчитана на прохождение за одну сторону И состоит из полутора десятков миссий Кому-то может показаться мало Но попробуйте пройти на самом сложном уровне Уже на четвертой миссии возникнут проблемы Как уже говорили, есть новый режим В котором можно сыграть за любую из сторон Вдобавок, есть несколько новых юнитов И несколько новых технологий Правда, тактики в игре никакой Вначале защищаем базу Затем налаживаем поток денег И вперед месить врагов Короче, если вы неравнодушны к старине Кейну Этот аддон для вас Наша оценка геймплея Твердые 4 балла Графика вполне приличная Ее немного улучшили и доработали Видеовставки между миссиями Сделаны на хорошем уровне Хоть и выглядят просто Несмотря на это Именно благодаря личности Кейна А точнее актера Создается вся атмосфера игры Так что в совокупности Всю внешнюю составляющую игры Можно оценить на те же твердые 4 балла Озвучка также приятная Войска говорят по-русски и так, как нужно Опять же, нужно вспомнить видеоролики И оценить достойное дублирование российскими актерами Кейн жалкий трус и подлый предатель Тот ли это человек, который колебал землю и потрясал царство? Да, именно тот Идем, брат мой И ты узришь Лик будущего Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов Те, кто считает, что аддон Ярость Кейна неудачный Ничего не понимает в аддонах Продукт вполне укладывается в рамки Electronic Arts Быстро, неплохо и с расчетом на фанатов серии Наша общая оценка Command & Conquer 3 Ярость Кейна Четыре балла Честно говоря, игра не захватывает Не то, чтобы она сделана плохо Напротив, все вполне красиво и аккуратно Видеоролики между миссиями даже интересные Но чего-то не хватает Возможно, чего-то принципиально нового А пока что получился очередной аддон На тему Command & Conquer Ни больше, ни меньше И если эта игра вам понравилась Так это к лучшему Вам стоит обязательно посмотреть наши ответы На вопросы по игре Первый вопрос Подскажите, как захватить центры ГСМ В уровне, где играешь девочкой И четырьмя взводами солдат-пистолетами? Отвечаем! Через некоторое время В левом нижнем углу Приводит подкрепление С помощью свежих сил У тебя получится пройти игру Следующий вопрос Вопрос про миссию, где надо уничтожить казну Не удается добраться ни до одной электростанции Теней и в полете И на земле моментально убивают Что делать? Отвечаем Тут главное не торопиться Подожди, пока патрульный вертолет улетит И перебежками Перебежками Да не по дороге, а по кустам Не попадай в круг света И будет тебе счастье Смотрите во второй части программы Lost Empire Immortals Игра обладает всеми качествами добротной стратегии Эпическим сюжетом Громадной картой И кучей возможностей для самореализации Полный привод 2 УАЗ 4х4 Стало на порядок больше текстур Доработали физику А также заметны улучшения В плане погодных эффектов Смотрите во второй части программы Полный привод 2 УАЗ 4х4 Стало на порядок больше текстур Доработали физику А также заметны улучшения В плане погодных эффектов Lost Empire Immortals Игра обладает всеми качествами Добротной стратегии Эпическим сюжетом Громадной картой И кучей возможностей для самореализации Студия Эвалан Стайл Энтертеймент Славится на ниве компьютерных развлечений Своей любовью к симуляторам А в частности К автосимуляторам Внедорожников Набив руку на своем сериале Полный привод Они решили вновь вернуться К легендарному Отечественному внедорожнику И 14 марта Выпустили Четвертую игру серии Полный привод Что из этого получилось Мы узнаем прямо сейчас Среди российских игроразработчиков Почти нет стабильных компаний Точнее стабильно успешных Ведь любителей из года в год Кормить геймеров Одинаковым непотребством У нас хватает с избытком А баллонцы Как раз одна из немногих Благополучных команд На этот раз В их новой игре Полный привод 2 УАЗ 4х4 Нам предстоит Вновь пересесть за руль Российских вездеходов Преодолев особо сложные трассы В различных уголках России На Ладоге и Байкале В Карелии и Тайге В Уральских горах И на Камчатке Игра основана на проекте Полный привод Хаммер Использует тот же движок И обладает Несколько расширенным геймплеем Но обо всем по порядку Системные требования игры Таковы Процессор на частоте 3 ГГц 512 МБ оперативки 128 МБ видео И 5 ГБ на Винчестере В игре присутствует Несколько игровых режимов Среди которых Внедорожный спринт Триал Трофи Рейд И ориентирование Спринт Это по сути Кольцевая гонка По пересеченной местности Триал Индивидуальные задания На частоту прохождения трассы Трофи Рейд Основной режим игры Большая гонка Разделенная на этапы Игрок волен сам выбирать Какие участки Ему больше интересны И с позицией сложности И с позицией Количества бонусных очков Ну и в ориентировании Нам предлагается За минимальный срок Найти все контрольные точки Маршрут Произвольный Наша оценка геймплея 5 баллов Графический полный привод 2 У АС-4-4 Это улучшенный Полный привод Хаммер Стало на порядок Больше текстур Доработали физику Заметны улучшения В плане погодных эффектов Одним словом Картинка выглядит Вполне технологично Наша оценка Графического оформления 5 баллов А вот звук Ничем особенным Не запоминается И спецэффекты И музыка Все на месте Но как-то не цепляет Наша оценка Звукового сопровождения 4 балла Если честно Непонятная в итоге Получилась вещь Хотите лихих заездов А бездорожью Тогда вам наверное Лучше обратиться К скример 4x4 Там покатушки На джипах Сделаны куда лучше Хотите шоу? Тоже не сюда Любите УАЗ? Ну тогда Можете поддержать Отечественного производителя Наша общая оценка игры 4 балла Проект Полный привод 2 УАЗ 4х4 После знакомства Оставляет двоякое впечатление С одной стороны Заметно Что ребята стараются И от серии к серии Игры становятся технологичнее Объединяют в себе Самые удачные моменты И прочее И прочее Но с другой стороны Выглядит все это Крайне местечково И не выдерживает сравнения С зарубежными конкурентами Впрочем Не будем излишне суровы И вспомним Про патриотизм А сейчас Настало время Для ваших вопросов И наших ответов Первый вопрос Какие внешние факторы Влияют на поведение авто? Отвечаем Это зависит От типа поверхности В игре их более 10 Чернозем Жидкая грязь Песчаная дорога Земляная дорога Камни, трава И прочее Каждая поверхность Обладает уникальными Физическими свойствами Следующий вопрос Чем полный привод 2 УАЗ-404 Отличается от других Автосимуляторов? Отвечаем Игра обладает Так называемой Внедорожной спецификой Это выражается В активном рулении И нескольких режимах езды Как то Задний привод Полный привод И пониженная передача Скажем Попав колесом в грязь Или заехав На крутой подъем Вы обнаружите Что ничто Кроме полного привода И понижения передачи Вас не спасет Так что Волей-неволей С опытом игры К вам придет И понимание Уникальности Управления Внедорожником Следующий вопрос Носит ли Система повреждения Автомобиля Исключительно Визуальный характер? Отвечаем Нет Совсем не так Конечно же Отвалившееся зеркало Никак не повлияет На ходовые качества А вот Вышедшие из строя Цилиндр Или пробитый глушитель Значительно Осложнят Прохождение трассы Фанатов Мастер оф Орион Не часто балуют Играми Схожими С этой иконой Игрового мира Но время от времени Из-под пера Разработчиков Выходят Интересные проекты И Лост Импай Иммортал Как раз Один из них Всем поклонникам Космических Макростратегий Рекомендуется К ознакомлению Итак Смотрим Сюжет Лост Импайр Имморталс Построен На истории Войны Бессмертных Ионов Которые В ходе Своих разборок Почти уничтожили Собственную Цивилизацию После коллапса Своей империи Осталось Сего Два Гордых Иона Энаис И Бифос Они-то И обратили Свои взоры На смертные Расы Присутствующие В галактике В количестве Шести штук Используя Своё громадное Влияние И статус Богов Они стали Возрождать Былое величие Империи Ионов Но в итоге Ослепнув От своей Мощи И гордыни Два Богоравых Существа Что-то Не поделили И вся Галактика Была Втянута В очередную Бойню Нам Предлагается Сыграть Отнюдь Не за Ионов А за Одну И смертных Рас Среди Которых Конечно же Присутствует И цивилизация Планеты Земля Системные Требования Игры Таковы Процессор На частоте 2 ГГц 512 МБ Оперативной Памяти 128 МБ Видео И 1 ГБ На жестком Диске Геймплей Lost Empire Immortals Почти во всем Повторяет До 100 Памятную Серию Master of Orion Разве что Раз поменьше И подоплека Сюжета Несколько иная Начинается Все С планеты Дома Одного Скаута И одного Корабля С колонистами В перспективе Все это Может превратиться В сотни Колонизированных Миров Мощнейший Флот Развитую Научную Сеть И доминирование Во всей Галактике Короче говоря Если вы играли В свое время В Master of Orion Разобраться В Lost Empire Будет Не сложно Для всех Остальных В игру Встроен Ненавязчивый Туториал Наша Оценка Геймплея 5 баллов По меркам Сегодняшнего Дня выглядит Lost Empire Immortals Очень скромно Но Все меняется Как только Тело доходит До военных Конфликтов Космические Бои В Lost Empire Можно наблюдать Не только В виде статистики Но и в режиме Реального времени На манер Homeworld Разве что Порулить корабликами Не дадут Наша оценка Графического Оформления 5 баллов Если во многих Играх Первичные Спецэффекты То в Lost Empire Дела обстоят С точностью До наоборот Здесь мы Главным образом Наслаждаемся Музыкой Наша оценка Звукового Сопровождения 5 баллов Ну что же Lost Empire Immortals Обладает Всеми качествами Добротной 4x стратегии Эпическим сюжетом Громадной Картой Галактики Кучей возможностей Для самореализации И если вам По душе Такие игры Способны Затянуть вас На долгие недели Наша Общая оценка Игры 5 баллов Игра Получилась Достаточно Добротной И сохранила В какой-то Степени Атмосферу Оригинальной Идеи Master of Orion Перед нами Такая же Необъятная Галактика С кучей Миров Разветвленная Система Научных Исследований Традиционно Хиленькая Дипломатия Которая Основывается Главным образом На военной мощи И конечно же Конструктор кораблей Вкупе с трехмерными Боями В космосе Вопросов По игре Пришло немало И на некоторые из них Мы сейчас ответим Первый вопрос По какому принципу Колонизируются планеты? Отвечаем Первонаперво Захватывайте те планеты На которых Ваши скауты Обнаружили артефакты Или большие Запасы ресурсов Но в общем-то Подойдут все Пригодные для жизни Дело в том Что в зависимости От своих потребностей Вы можете Менять тип планеты С целью получения Именно тех ресурсов Которые необходимы Вам в данный момент Следующий вопрос Какую роль в игре Занимают Бессмертные Эоны Энаис И Бифос Отвечаем При определенной Удаче И потенциале Вашей империи Вы вступите В контакт С бессмертными И они Станут давать Вам все возможные Задания Конечно же Вы можете Отказаться От выполнения Их миссий Но в таком случае Сюжет будет Стоять на месте И никакой Помощи Вы от Эонов Не получите В перспективе Все это грозит Тем Что ваша Тивилизация Станет аутсайдером На сегодня Это все Меня зовут Андрей Воробей Это был факт Совсем скоро Мы снова Увидимся А до этого Заходите в форум На сайте Муздефисттв.ру Меня можно найти И там Присылайте мне Свои вопросы На адрес FAQ Собака Муздефисттв.ру Мы обязательно Все посмотрим И ответим На ваши письма До скорого Субтитры сделал DimaTorzok